В Украине сейчас идут тяжелые сражения на Донбассе, вы знаете, и тяжелая ситуация с Николаевым, с Харьковым, который просто жесточайшим образом разрушает и хотят сделать из него второй Мариуполь. И на фоне этого все время встают вопросы, что дальше, потому что кассетные бомбы были, фосфорные бомбы были, сверхтяжелые бомбы, которые вчера и позавчера бомбили Мариуполь, были. И на фоне этого прозвучало заявление Британии, что они оставляют за собой право Джонсона ответить, если будет ядерный удар, на ядерный удар без согласования со странами НАТО. А Россия со своей стороны Министерства обороны России говорит о том, что если Запад будет продолжать помогать оружием, то они тоже оставляют за собой право на ответ по отношению к Западу. Это вот такой шантаж или это что-то другое все же? Можно сказать шантаж, можно сказать блеф. Кому как нравится на самом деле. Блеф это тоже многократно отработанный прием Путина. К сожалению, он работал. Путин блефовал, начиная с 2008 года. Каждый раз проверяя, как далеко он может зайти. И каждый раз Запад сворачивал игру, сбрасывал карту. Это было и в 2008 году с нападением на Грузию. Я даже не говорю о том, что случалось раньше. Мы оставляем за скобками первые два срока правления Путина. Там хватало своих преступлений. Но мы просто говорить будем про то, как эти преступления уже вышли за пределы России. Сошло с рук. Блефануло сошло с рук. Дальше можно вспомнить применение химического оружия в Сирию. Я не сомневаюсь, что добро на применение химоружия в Сирии осаду дал Путин. Проверить реакцию. Ноль реакции. Америка фактически позорно сбежала. Ушла из Сирии. Там появляется Путин. Ковровы бомбардировки Алеппо и сирийских городов других, которые были под контролем восставших. Сошло с рук все. Ну и естественно Крым. Крым был главным тестом Запада на готовность сопротивляться путинской экспансии. Реакция, ну мы же понимаем, фактически нулевая. Да, какие-то там санкции, но сегодня мы, кстати, понимаем, когда мы смотрим на санкции, уже настоящие санкции, о которых обложили Россию, что даже эти санкции пока не ломают экономику. Но это серьезные санкции. А в 2014 году то, что называлось санкциями, это был комарийный укус. Просто комарийный укус и там комарийный писк, который раздавался там из каких-то западных столиц. И, конечно, Путин, естественно, все это игнорировал. Поэтому мы как бы вот сегодня видим, что Путин и его окружение пытаются отчаянно использовать ту же самую стратегию в игре, блефуя. А что уже осталось для блефа? Для блефа осталось вовлечение НАТО в конфликт. И этого можно добиться, угрожать добиться. Или прямой атакой на натовские конвои, которые везут оружие в Украину. Причем, судя по всему, эти конвои находятся даже не на территории Украины, а все-таки на натовской территории. Либо применением тактического ядерного оружия. Или химического оружия, но уже в полномасштабном объеме. Это то, что с точки зрения Путина может НАТО пугать. Потому что НАТО все время демонстрировало нежелание втягиваться в конфликт. А такие действия, естественно, приведут, как говорится, к эскалации. Но мне кажется, что вот эти карты перестали работать уже, на самом деле. Потому что и сегодняшнее заявление Джонсона, и я думаю, что за ним последуют и американцы, означает, что Запад тоже, в общем, пришел к выводу, что никакого шанса избежать эскалации, если Путин захочет, и нету. Нет. Да, они делали все, что могли. Я считаю, что огромное количество жизней украинцев, как и военных, так и гражданских, особенно гражданских, было бы спасено, если бы Запад действовал по-другому. Ничего бы не сделал Путин. Закрыли бы небо, проглотил бы это. Дали бы противокорабельные ракеты, там, Москву утопили бы на месяц раньше. Вот, как бы, Мариуполь деблокировали бы, да, если бы дали танки. Вот. Ну, давайте, как бы, разбор того, что случилось, отложим на потом. Как бы, вот, знаете, у нас других, других карт у нас сейчас нет. Мы имеем дело с администрацией Байдена, с Борисом Джонсоном, с Олафом Шольцем. Я почти уверен, что будем иметь дело дальше с президентом Макроном, вот. Потому что представить себе другой вариант вообще страшно уже, как бы. Ну, да, да, еще страшнее. Да. То есть, мы имеем дело, вот, как бы, вот с теми факторами международной политики, которые, как бы, вот сегодня присутствуют на этой геополитической доске. И поэтому, как бы, мы просто должны сейчас думать о сегодняшнем дне и о будущем. На мой взгляд, Запад, если уже не перешел вот эту линию, как бы, вот, назовем ее красной, условно, то готов перейти, прекратив демонстрировать страх перед эскалацией. А вот здесь начинается, на самом деле, самое главное. Потому что здесь Путин попадает в собственную жиловушку. Или он должен выполнять угрозу, или он должен демонстрировать, собственно, бессилие. А, ну, выполнение угрозы – это вещь неоднозначная, потому что слова Джонсона означают ровным счетом то, что тот, кто нажмет на кнопку, будет ли это командир крейсера, командующий, адмирал, или генерал с какой-то ракетной базы, он подписывает себе смертный приговор. Не вообще там через 5 лет в Гааге где-нибудь на каком-то суде, а скорее через 5 минут. Потому что натовская ракета лететь будет недолго. Я думаю, в качестве натовской ракеты они не сомневаются. Это меняет совершенно психологический фон войны. Много раз я говорил о том, что погромщики, в общем, не очень хорошие воины, те, кто чувствуют себя комфортабельно, убивая мирное население, и сбрасывая бомбы на безоружных граждан, они не столь отважны, когда им надо встречаться с противником, не уступающим им в вооружении, а в силе духа и в профессионализме превосходящем. И мне кажется, что мы сейчас подходим к моменту, когда путинские военачальники, они должны для себя определять, как себя вести дальше. Потому что уже 8 генералов и так уже отстрелили украинцы. А счет может пойти, в общем-то, стать двузначным очень быстро, если они будут продолжать так же себя вести, игнорировать тот факт, что натовские страны, по крайней мере, часть из них готовы перейти к более решительным действиям. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok